Трое жителей Чувашии скончались, отравившись алкоголем. Элитный ром содержал не этиловый, а метиловый спирт. Возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, молодые люди приобрели ром не в магазине, а с рук. Стоимость такой бутылки составляла около 200 рублей. Буквально на следующий день в БСМП были госпитализированы парень и девушка 22 и 20 лет. В районную больницу молодая женщина 30 лет. Диагноз у всех один – острое отравление метиловым спиртом. Мы поступили в тяжелом состоянии и довольно-таки поздно. У них были симптомы отравления, которые трудно было различить. Метиловый спирт является сильнейшим ядом. Он вообще называется древесный спирт. Летальная доза, то есть смертельная доза, его 100 миллилитров. Поражаются все органы, в первую очередь центральной нервной системой, почки. И возникают при запоздалом лечении тяжелые осложнения, чаще всего, которые заканчиваются летальным исходом. Следствие выяснило, что суррогат был приобретен у одного и того же человека. Сейчас подозреваемые и трое его сообщников задержаны. Алкогольную продукцию продавали без соответствующей лицензии на территории республики в Чебоксарах и Алатаре. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий. Проведено 10 обысков, в ходе которых изъято свыше 900 коробок со спиртосодержащей продукцией, которая в настоящее время направлена на судебно-химическую экспертизу. Также в целях экспертного установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Сейчас следователями предпринимаются необходимые меры по установлению источника происхождения указанного контрафактного алкоголя. Также принимаются меры по установлению всех точек сбыта этой алкогольной продукции, а также изъятию ее из незаконного оборота. Медики и правоохранители в один голос говорят, нужно внимательно относиться к покупке алкоголя, проверять наличие документов, приобретать в специализированных местах. Низкие цены должны вызывать подозрения, а не желание купить. Пренебрегая простыми правилами, можно лишиться самого главного – жизни.